Экологическая культура и патриотическое воспитание сегодня стали главными темами расширенного заседания в Общественной Палате страны. В обсуждении актуальных вопросов принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Проекты, реализованные в республике, были отмечены как лучшие практики. С подробностями из Москвы Дмитрий Ковалев. Держава 21 век. Национальная программа, которая реализуется под эгидой Общественной Палаты. Итоги пятилетней работы подвели в расширенном составе. На повестке дня и новые проекты в стратегии на перспективу экологическое просвещение. Просвещать призван новый телеканал SkyLeaf Эко-ТВ. Это один из медийных проектов движения «Живая планета». Его председатель Николай Дроздов уверен, сейчас необходимо больше рассказывать о региональных инициативах. Съемочная группа телеканала намерена приехать и в Чувашию. Когда мы с Михаилом Васильевичем, глубоко уважаемым главой вашей республики, бывали на высоком этаже, оттуда вид просто потрясающий. Зачем нам уже перенаселенные всякие Нью-Йорки, Парижи, загаженные, или перенаселенные другие города. Он настоящий город будущего, в котором Чувашия будет жить сейчас, будет дальше еще красивее, экологичнее, комфортнее для людей. Конечно, вот и наши концепции экологического телевидения. Мы можем приехать и рассказать о вас, о ваших достижениях. Прежде всего, конечно, о достижениях вашего столичного города. Замечательно. Проекты республики поддерживают и в Росприроднадзоре. Ведомстве отмечают, что в регионе налажена эффективная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Радует тот подход, который глава республики выбрал Михаил Васильевич. Сортировка твердокоммунальных отходов, глубокая причем сортировка, с применением автоматических механизмов. Дальнейшее излечение полезных фракций с передачей на переработку, то есть фактически отходам будет даваться вторая жизнь. Эта цикличность может повторяться много-много циклов, много-много раз, когда мы фактически можем заменять первичный ресурс вторичным ресурсом и экономия, и давая, опять же, минимизацию полигонному захоронению. Самое главное, то что через вот эту сортировку и вовлечение отходов в переработку будет достигаться положительный эффект, потому что бы земли не загрязнялись отходами, и Михаил Васильевич об этом тоже ваш глава заявил публично, и это было реализовано. В следующем году стартует национальный проект «Экология», а это значит, что охрана окружающей среды станет первостепенной задачей общества. Один из значимых проектов – очистка Волги. Глава республики Михаил Игнатьев расставил и другие акценты. Нам еще в Чувашской республике очень многое надо сделать для того, чтобы на самом деле оставить хорошую экологию для нашего молодого поколения, для наших детей. Каждый папа, мама и бабушка, дедушка за это переживает, когда, допустим, имеется заказованность. А касаясь темы такой очень спорной, такой чувствительной, переход на оригинального оператора, на новый инструмент, могу ответственно доложить, мы с 1 октября перешли, оригинальный оператор работает. Касаясь тарифной вставляющей, этот спор он был, есть и будет. Почему я так говорю? Потому что, если взять от общей стоимости удельный вес сбора, транспортировки и утилизации, то, соответственно, это примерно по нашей республике занимает в среднем 47%. На следующий год мы заложили уже почти 300 миллионов рублей для того, чтобы, где тарифы или стоимость услуг в сфере ЖКХ будут составлять выше, чем 22% на члены семьи, мы будем выплачивать этим малописпетенным семьям соответствующие субсидии. Сегодня же в общественной палате подвели итоги акции «Знамя Победы». Один из значимых проектов национальной программы приносит ощутимые плоды. Все больше ребят интересуются военной историей и стремятся познать страницы великого прошлого нашей страны. Инициатор акции Николай Дроздов отметил и вклад республики в патриотическое воспитание молодежи. Михаилу Игнатьеву вручили почетную грамоту. Награды сегодня вручал и глава региона. Создателем монографии «Чуваши», сотрудником Института этнологии и антропологии «РАН» Михаил Игнатьев объявил благодарность. Вклад академиков в изучение истории республики отметили почетными грамотами. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.